Здравствуйте, сегодня всемирный день безопасности на переезде. Светлана Павловна на железной дороге работает уже много лет. Пешеходам и автомобилистам о правилах напоминает регулярно, но все равно нарушают. ДТП на переездах случаются ежегодно. Я думаю, сами водители виноваты. Они должны внимательно относиться к движению. И знать правила дорожного движения – это обязательно. Наверное, из-за невнимательности водителей. Возможно, так. Ну, либо шлагбауны, но они стоят. Скорее всего, невнимательность. Такое проблемное место нашего города, на самом деле. Плюс здесь всегда были проблемы с асфальтированием именно участка, переезда. То есть все люди, да, хотят побыстрее проехать, и, естественно, у них уже терпение заканчивается, они нарушают правила. Здесь очень медленно машины едут из-за того, что именно покрытие плохое на переезде. Шлагбаумы на Комсомольской-1 опускаются каждые 15 минут. Со стороны Первой речки и моргородка локомотивы ходят круглосуточно. Пробки из автомобилей, как правило, образуются утром и вечером в часы пик. Некоторые не хотят ждать. У нетерпеливых даже появились особые приметы. Основные нарушители – это у нас такси. Независимо, какой компании, много нарушителей. Они пренебрегают светофором, нарушают, проезжают, стараются там, где нет УЗП оборудованных переездов, нарушают, объезжают шлагбаумы. Но никто не остается незамеченным. На переездах за всем происходящим следят дежурные камеры видеонаблюдения. Оборудование установлено на каждом таком посту. Выведен сюда экран. Вы прекрасно видите, как двигается автотранспорт. В том числе видите, что открытый переезд, шлагбаум поднят, УЗП опущен. Происходит опускание, УЗП поднимается. Если вдруг машина выезжает на красный свет, дежурная по переезду это все видит. У нас есть специальная книга, куда он записывает все эти нарушения. И вместе с видеофайлом мы передаем в ГАИ, ГИБДД. За последние 4 месяца в крае на переездах произошло 2 ДТП. Оба случая недалеко от Партизанска. И в обоях виноваты автомобилисты. Они же и были доставлены в больницу. Поезд отделался царапинами. На этом участке скорость грузового состава 90 км в час. Но даже назад на рычаг при необходимости остановиться у него не получится. Тормозной путь составит еще полтора километра. Выжить при таком столкновении – настоящее чудо. Поезд пролетает за секунды. Дождаться зеленого света – всего несколько минут. Но не все это понимают, поэтому объяснять приходится каждый год. На этом переезде мы потерпели поражение только в прошлом году, когда длинномер у нас застрял. А в целом, сегодня мы терпим поражение на неохраняемых переездов. Без ограждений во Владивостоке и по краю около 200 переездов. Только 21 из них оборудован специальным устройством. Однако светофоры предусмотрены везде. А вот действовать согласно правилам или на авось – каждый решает самостоятельно. Валерия Белоус, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.